друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие сегодня поговорим с вами на очень интересные темы смотрите обязательно ну что ж во первых да так скажем спасибо за ваши лайки за ваши подписки и конечно же в первую очередь за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии и за вашу поддержку ну а мы собственно поехали мои хорошие вы знаете сейчас хочу зачитать комментарий поистине хомяка обожателя уралки это электоратуралки это те самые быдлятины вонючие которые сидят на ее канале хочу зачитать этот комментарий послушайте внимательно что желает нам это вонючая чучело боже какой вы народ гнилой гореть вам в аду да вы не ослышались гореть вам в аду то вы там и будете вы больны если в семью не влезете завидно завидно что такую любят и подписчики все за нее плюют на вас я могу только одно сказать вот этому чучели как и всем остальным которых я сегодня 20 или 30 человек вот этого говна уралкиного заблокировала на своем канале запомни чучело твои речи тебе на плечи вот как раз таки ты получишь сполна все то что у нас здесь желала это действительно костяк уралки это действительно ее электорат потому что урал корала сдохните все а это чмо чучело пишет гореть вам в аду ну что ж они действительно друг друга стоят как известно какие сами такие и сани вот здесь все верно и здесь все в точку поэтому прям прекрасные чужие души про прекрасные добрые сердца говорить не надо те кто желает смерти те кто желает болячек сами обязательно получат этот бумеранг востукрат и он к ним вернется поэтому говорить здесь не о чем кстати когда я сегодня сказала в своем втором обзоре о том что сарафан с уралкой относятся как быдлу я немножко сейчас хочу перефразировать то вот когда они показывают как они там чавкают жрут как свиньи ведут себя ужасно я хочу перефразировать их электорат это и есть быдло потому что они хлопают ура ура он как свинья жрет ура ура он чавкает ребят представляете вот так вот жрать на камеру это не это не плевок для них они точно так же себя ведут они и есть быдло его электорат и есть действительно быдло которое позволяет себе кричать сдохните в воду и так далее гореть вам в аду запомните раз и навсегда ваши речи всегда вернуться вам на плечи вам и вашим родным и близким ну что друзья мои а мне понравился комментарий я не заходила нет я на валберес постоянно постоянно потому что заказываю да мы там сможем без конца все заказываем нашей семье и так далее но я не заходила не смотрела нет ни к чему мне 66 размера собственно нет да но вот мне мои девочки написали о том что купальники на валберес самые большие размеры 66 она в него не влезет ребята что она в него не влезет это сто процентов помните она там придуривалась прикидывалась худыхой да что она там похудела и так далее рассказала что вот у меня-то семидесятый у меня-то такой но ни одной ее вещички семидесятого размера она с собой от чего-то на моря и океаны не везла от чего дураков нет мы все прекрасно понимаем от чего потому что она в жизни в него не влезет я всегда говорила какие там 150 какой там семидесятый там восьмидесятый если не восемьдесят восьмой да друзья мои далее далее пишут платье на бабуле явно мало на плече порвано ребят об этом я говорила с самого начала как только она впервые обнаружила это платье как только она его на себя надела я сразу сказала это платье ей настолько мало в груди что при любом движении так скажем абсолютно обычном да вот ну нет не так повернется еще что-то она разойдется у нее скоро по швам друзья мои не то что будет там порвано на плече я сразу это сказала как только она первый раз показала как они пошли в торговых рядах искать кто-то там написал мне по поводу того что вот какой продавец типа такой вот нехороший да не мог ей сказать какой кстати продавец и вообще должен что-то говорить да у продавца другая миссия ему надо продать и вообще уралка должна сама смотреть продавец не виноват что уралка давайте еще и продавцов обвиним в том что уралка нажирала эти килограммы да жрет как свинья за то что ей в торговых рядах на набережной ничегошеньки не подошло и она схватила первый попавшийся сарафан который ей вообще не идет вот этот сарафан да и вообще не идет он есть не сливается и сарафан серого цвета она вся серого цвета никакая не загоревшая абсолютно да все вот эти пигментные пятна все это повылезало выглядит ужасно выглядит действительно лет на 20 до то и 25 старше своего возраста выглядит правда ужасно я согласна кожа вообще в ужасном состоянии это не кожа 53-летней женщины это ужасное состояние кожи в общем друзья мои то что сарафан у нее разойдется по швам я сказала это тут же в своем первом обзоре как только уралка это купила я сказала одно неверное движение и все полетит по вашего и оказалась абсолютно права да далее далее понравился комментарий нашей зрительницы девки но не завидуйте вона как нежно муж нащипывал ковырял чего-то там на оленьке не иначе точку джи искал да точку джи действительно там не найдешь хрен найдешь да ниже пояса искал правда в районе плеча далее значит пишут вечерние прогулки тоже снимала и детей и взрослых и в баре тоже снимала стояла трясла своими телесами на задворках да да ребят я об этом и сказала не надо нам рассказывать сказки что мы боимся мы стесняемся снимать на пляже потому что нельзя вы что с ума сошли как это да сейчас вы боитесь стесняетесь себя показать а там вы снимали людей я же сказала и в плавках снимали и в купальниках снимали в общем да далее далее пишут хомяки опять песни ей пели но и как всегда все завидуют ребят ну естественно обалдеть как ей с ее цыганом завидуют ее хомячьё тоже недалекие с коррекционки ужас ужасный согласно целиком и полностью такие же о как и собственно вот эти вот товарищи далее пишут устала от этого отдыха видно постарела подурнела пигментация вся вылезла стоит у плиты в такую жару дурдом на выезде да ребят как я всегда говорю маразм крепчал деревья гнулись дурдом на выезде палата номер 6 как говорится в полном составе у нее там до забегать сегодня забегали человек 30 заблокировала я же сказала буду блокировать будете у меня работать в комментариях будете создавать аккаунта я буду его тут же блокировать я вас научу это я говорю уралкиным хомякам а кому сейчас легко вот чтобы вы поняли что такое вообще создавать аккаунты да я вот работаю на youtube а вы будете создавать аккаунту школе хотите у меня писать далее пишут а что она стесняется показаться в купальнике она сама говорит какая есть такая есть ну так и показалось бы да и она говорит я красотка я красавица я шикарная женщина у меня упругое тело говорила кричала всегда уралка я не знаю почему ребят я сегодня уже приводила в примеры судачиху до которая большая сама по себе конечно не такая большая как уралка естественно не такая большая но все-таки тоже инка не маленькая бабенция да но в любом случае инка себя не стесняется показывать инка орет я крутая я шикарная и так далее но инка себя не стесняется показывать да лена и ваня канал лена себя не стесняется показывать не стесняется показывать ее сестра старшая да даже не сравнить оксана получается где-то я так понимаю ровесница уралки это земля и небо как будто знаете уралка ее бабушка или мама вот этой оксаны до которой 50 с лишним лет я в в шоке, все себя показывают, все показывают кругом, собственно, пляжи, отдыхающих и так далее, и только Уралка, под эгидой, друзья мои, того, что нельзя, нельзя, ни в коем случае нельзя показывать ничего, ничего не показывает, да, то есть в понедельник можно показывать, да, отдыхающих в плавках, в купальниках, во вторник можно показывать детей, представляете, чужих выставлять, да, на всеобщее обозрение, а вот в среду нельзя, понимаете, ну нельзя, вот сегодня она встала и проснулась и говорит нельзя, правильно, потому что понимает прекрасно, что себя такую красотку в кавычках она никогда не покажет, ребят, огромное количество у нее комплексов, она себя не воспринимает, Она говорит одно, потому что ей хочется себя защитить, да, но себя она, она себя стесняется очень сильно, и по этой причине, именно по этой причине она себя не показывает. Далее, далее, значит, пишут, а что вдруг они застыдились показывать людей в купальниках? До этого спокойно во всех видео только так снимали загорающих и купающихся людей, и вдруг, как вам не стыдно попросить показать, как Оля в воде купается? Где логика в ваших словах? Вруны лицемера, согласна. И потом, вы знаете, мне кажется, если нам начнут показывать Оляшку, Оляшку, вот эту, друзья мои, в купальнике, то еще не факт, что с нашей психикой все, собственно, будет нормально. Далее, Шишкина, Танька Шишкина, друзья мои, пишет комментарий. Перестаньте обсуждать Олю и Сахара. Она три раза подряд, вот что пишет на моем канале, пишет, что Олю и Сахара. Вам нечем заняться и так далее, и тому подобное. В общем, Шишкина, я понимаю, что это дура, дебилка, идиотка, но все-таки уже запомни, как зовут того, кого ты обожаешь и за кого ты рвешь тельняшку. По мне вообще странно. То Уралку называют на канале Олегом, да, это вот такие у них, знаете, клички подпольные, да, то этого называют Сахаром, то Захаром, друзья мои. Да, и уже там лекторат, как-то я понимаю, что вы только из палаты номер 6, но как-то вы уже немножко отойдите, знаете, от лекарств, да, от этих таблеток. И как-то придите в себя и уже запомните хотя бы элементарно просто тупо два имени ваших обожателей, как их зовут. Ну, не Сахар его зовут и не Захар, а ее не зовут Олег, хотя кто его знает. Понравился по этому поводу комментарий, это же я рассказала про Олега, друзья мои. Да, я рассказала про Олега еще где-то месяц тому назад, мы ржали все вместе. И вот пишет моя зрительница, ну что, Олег вывез своих таджиков на Анапское море, теперь пора турецкий Дубай осваивать. Да, да, друзья мои, Олег молодца, эх, Олег, да, к такому Олегу, да, скоро все запросятся, вот эти товарищи из кишлака, скоро все земляки глянут на Сарафанова вот это вот видосы, да, и скажут, эх, нам надо к Олегу срочно, пусть тоже нас везет на моря. На моря, на моря, на моря, ради настоящего дикаря, да. Далее, далее пишет, вот опять же зрительница моя, да, Уралка врет, что заказала купальник на Валберес, я искала больше 64-го, не нашла. Вот, собственно, да, мои девочки абсолютно правы. Друзья мои, пишет мне Кочура, написано Елена Кочура, пишет, а ты кто такая, чтобы кретиковать? Кретик, от слова кретин, что ли, я не знаю, да, Кочура, в общем, собственно, с тобой тоже все понятно, оставь нас в покое, иди шуруй, я сегодня, друзья мои, правда, штук 30, их вот эту пачку, да, могучую кучку я сегодня заблочила. Я же сказала, все, больше я такой спокойной жизни вам на моем канале не дам. Если хотите писать, пишите уважительно по отношению ко мне и к моим зрителям. Не умейте уважительно, значит, пошли нафиг, будете каждый день создавать новый аккаунт. Ну что, мои хорошие, вам всем желаю отличного настроения, прекрасных выходных, берегите себя, своих родных и близких, конечно же, всего самого наилучшего. Ну что ж, вот такие были последние новости, посмеемся с вами, как говорится, да, пошутим, настроение поднимается, все прекрасно, благо мы хорошие люди, благо мы действительно люди, которые могут посмеяться, которые могут пожелать что-то хорошее, которые никогда, да, вот в отличие от грязнородной Уралки и грязнородных хомяков Уралки, не могут себе позволить, вот это, знаете, людям желать смерти, болячек, болезней и так далее. Это вот этот уровень просто ниже плинтуса, это днище конкретное, это быдлятина сидит на канале Уралка, поэтому им нормально, им скоро пердеть они начнут в камеру, они утрутся и скажут спасибо, давайте еще нам понравилось, в следующий раз да с запахом, да с крошкой. Уж простите, да, как говорится, но так оно и есть, понимаете, поэтому то, что он там им вот это вот на весь экран, это кто-то скажет, боже, это ужас, как так можно себя вести, а им нормально, они так же привыкли, они точно, у них один уровень, у них один уровень, у них один IQ там, какой там IQ там, ну что IQ там, букварь скурили еще, как говорится, да, не доходя до первого класса. Поэтому они друг друга стоят, поэтому они поют дифирамбы, они ущербные люди, сидящие там, и у них нет ни таких сарафанов, нет, у них даже такой жизни ущербной, как у Уралки, то есть у них, видимо, даже такой хибары нет, понимаете, даже такой однокомнатной квартиры, где они живут, да, и вот это вот они завидуют, они завидуют вот этой Уралке, тому, что Уралка может себе позволить жрать с тазами, и тому, что у нее есть вот этот такой вот, знаете, одноклеточный, непонятный чувак, с которого, как с козла молока, толку вообще никакого. Поэтому они завидуют, они мечтают жить и быть на уровне Уралки, а это и есть их уровень. Ребят, всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова